МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мандарины детям Донбасса. Состоялась рабочая поездка министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут в Краснодар. Современная ситуация с правами женщин в Республике Абхазия. Женский форум с таким названием прошел в Супуме. На Абаза ТВ мультпремьера. Лео и Тик дублированы на абхазский язык. На киностудии Абхазфильм. В рамках работы 65-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России 17 декабря в Москве прошла встреча председателя Госдумы Федерального собрания России Вячеслава Володина со спикером Народного собрания Парламента Абхазии Лашей Ашуба. Во встрече участвовали председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов. Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Беларусь и Республики Южная Осетия. Делегация Народного собрания Абхазии во главе с Лашей Ашуба приняла участие в заседании 65-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Москве. Народное собрание Республики Абхазии с 2008 года имеет статус постоянного наблюдателя при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Постоянные наблюдатели в соответствии с регламентом Парламентского собрания имеют право участвовать в заседаниях Парламентского собрания и его комиссий с правом совещательного голоса. Первый выпуск специального проекта «Глобальное большинство» беседа с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Аль-Асадом планируется к запуску в ближайшее время. В рамках проекта министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзенба будет проводить телевизионные диалоги с лидерами глобального большинства. В фокусе внимания телевизионного проекта – многополярность, борьба с несправедливым устройством мира, двойные стандарты коллективного Запада. Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике приняло участие в Международном благотворительном базаре 2023. Мероприятие было направлено на сбор средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего в Сирии в феврале 2023. Организатором данного мероприятия является Сирийский дипломатический клуб, в состав которого входят супруги главдепмиссий, дипломаты, почетные консулы, аккредитованные в Сирии. В мероприятии приняли участие 16 стран дипмиссий, аккредитованных в САР. На общевойсковых полигонах Министерства обороны прошли тактико-специальные учения с разведывательными ротами стрелковых бригад резерва, сообщает пресс-служба Минобороны. Тактико-строевые занятия были спланированы и проведены в целях повышения уровня полевой выучки личного состава, а также слаженности в взаимодействии в ходе выполнения задач по предназначению. Вадим Воуба признан виновным в убийстве Рамина Хмаил. По решению Верховного суда за убийство, совершенное общеопасным способом, незаконный оборот оружия и умышленное причинение вреда здоровью человека, он приговорен к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Рамен Хмаил был убит ночью 27 июля 2022 года на одной из Сухумских улиц. В машину, в которой он сидел, не менее 10 раз выстрелили из автомата. Состоялась рабочая поездка министра внутренних дел Абхазии в Краснодар. По поручению Роберта Киут более двух тонн абхазских мандарин направлено в Краснодар для формирования новогодних подарков детям Донбасса. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Состоялась рабочая поездка министра внутренних дел Роберта Киут в Краснодар. По поручению генерал-майора милиции Роберта Киут более двух тонн абхазских мандаринов направлено в Краснодар для формирования новогодних подарков детям Донбасса. Роберт Киут подчеркнул важность данной акции, отметив всецелую поддержку российским коллегам. В ходе визита прошли встречи главы МВД Абхазии с руководством вуза и курсантами из Республики Абхазии, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, успеваемости и дисциплины курсантов. Намечены планы на 2024-2025 годы. Роберт Киут, обращаясь к абхазским курсантам, пожелал будущим коллегам успеха в учебе, отметив, что полученные в стенах одного из лучших учебных заведений МВД России глубокие теоретические знания, основательная профессиональная подготовка и морально-психологическая закалка станут надежным фундаментом для деятельности сотрудников правоохранительных органов в будущем. Рад сегодня присутствовать здесь, где вы получаете соответствующее образование, для того, чтобы завтра внести достойную службу в органы флотов и дел Республики Абхазии. И скажу вам так, у нас это очень важно, что полученные ваши знания, которые будут применены в правильном обеспечении правопорядка в нашей стране, это нам очень нужно, вы знаете, какие тяжелые периоды нам пришлось бы проходить, сегодня гораздо уже все лучше, и мы тоже, как руководство, стараемся улучшить бытовые условия, технические, оснастить, естественно, для того, чтобы завтра вам полученные знания можно было применять в полном мере и объеме. Будучи сегодня по данным учебным заведениям, мне удалось увидеть те комфортные условия, которые сегодня вам предоставляют возможность получать тот спектр и объем знаний, который будет необходим вам для нашей жизни. И скажу вам так, вот как тоже в прошлом молодой человек, который вырос после окончания войны, сложный очень период, к сожалению великому, у нас такой возможности не было. Вот учиться и получать квалифицированное образование именно в вузах Российской Федерации, где есть определенный серьезный опыт, который позволяет вам принимать те решения, и посчитать ту работу, которая очень необходима. По окончании вуза, чтобы приступить к работе, молодые люди должны обладать качественным образованием и соответствующими физическими данными, отметил начальник управления кадров МВД Абхазии Аляс Шинкуба. Коллеги обменялись памятными подарками. Глава МВД Абхазии Роберт Кют поблагодарил руководство и коллектив университета, преподавателей и наставников, ветеранов службы за то, что готовят достойное поколение офицеров, отметив, что получив столь престижное образование в Краснодарском университете МВД России, молодые офицеры покажут успехи в дальнейшей службе. Курсанты высоко ценят представленную возможность обучаться в лучших вузах России, отмечает младший лейтенант Давид Амаба. Сегодня впервые к нам приехал министр внутренних дел Республики Абхазия с рабочим визитом. У нас была с ним встреча. Мы посидели, обсудили все интересующие нас вопросы, те, которые интересовали и нас, те, которые интересовали его. Мы остались довольны этой встречей. Все прошло довольно хорошо. Нам предстоит двухмесячная практика. Также мы обсудили вопрос, в каком формате будет проходить наша практика, где мы будем работать после окончания нашего университета. Краснодарский университет – крупный учебный методический научный центр МВД России по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Кют оставил наилучшие пожелания в адрес учебного заведения в книге отзывов Краснодарского университета МВД России. 7 декабря Народное собрание Парламент Республики Абхазии единогласно принял закон о внесении изменений в закон Республики Абхазии об актах гражданского состояния. Общественная палата Республики Абхазия считает эти изменения давно назревшими и выражает свое удовлетворение по поводу их принятия. Об этом говорится в обращении Общественной палаты по итогам состоявшегося 18 декабря пленарного заседания. Члены Общественной палаты уверены, что данный законодательный акт станет импульсом в деле восстановления исторической справедливости и предоставления лицам, постоянно проживающим на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками, утративших абхазскую национальную принадлежность в результате трагических событий 19-20 веков, право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии. С полным текстом обращение можно ознакомиться на официальных ресурсах Общественной палаты Абхазии. 19 декабря на площадке Общественной палаты состоится встреча с руководителем администрации президента Бесланом Кварче, вице-премьером, министром экономики Кристиной Азган, депутатами парламента Бесланом Халваш, Резус Антария, главой администрации столицы Беслана Мэшба, гендиректором Черноморэнерго Тимуром Джинджоле, экс-гендиректором Черноморэнерго Асланом Басари. Повестка дня обсуждения проблем в энергетической отрасли Абхазии, пути решения и перспективы развития. Современная ситуация с правами женщин в Республике Абхазии. Женский форум с таким названием прошел в Сухуме. Участники обсудили проблемы равноправия полов, поговорили о том, каких законов не хватает в стране, чтобы женщины могли реализовывать весь свой потенциал и были защищены. Участники форума – члены общественных и неправительственных организаций, госорганов, юристы. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Современную ситуацию с правами женщин в Абхазии обсудили на женском форуме его участники. Раз в год форум собирает активистов, юристов, журналистов с тем, чтобы еще раз обратить внимание на проблемы, которые в обществе, если не замалчивают, то предпочитают не замечать. В этом году форум проводил благотворительный фонд «Осарки». А открыло мероприятие Мариата Топчан – глава старейшей в Абхазии женской организации. В нашем обществе довольно широко распространено мнение, что проблема домашнего насилия не столь характерна для Абхазии, как для многих других стран. Приходится слышать, что абхазские традиции, основанные на уважении к женщине, не допускают применения насилия к женщине, а тем более к матери. К сожалению, сегодня многие негативные явления, не свойственные нашей культуре и быту, оказываются реальностью наших дней. Семейное насилие широко распространено во всем мире, и наша страна не является исключением. Самое пристальное внимание женские и другие общественные и неправительственные организации уделяют проблеме домашнего насилия. Это происходит потому, что именно это явление, упорно игнорируемое в Абхазии практически всеми социальными институтами, наносит самый большой урон всему обществу. И происходит это негативное влияние на самых разных уровнях. О каждом из аспектов рассказали участники форума в своих докладах. Глава женского фонда развития Лана Чкадуа затронула экономическую сторону вопроса. Расширение прав и возможностей женщин может снизить риск насилия за счет повышения их финансовой самостоятельности. Я думаю, многие из вас со мной согласятся в том, что в нашей стране очень много женщин и девушек терпят разные виды насилия в отношении себя только потому, что они не обладают экономической самостоятельностью и независимостью. И экономическая зависимость от своего партнера является одним из главных факторов или причин, которые удерживают жертву рядом со своим насильником. Потому что они понимают, что если они покинут этот порочный круг насилия, они не смогут самостоятельно себя содержать. И вот это, получается, финансовое рабство, оно заставляет их терпеть разные виды насилия в отношении себя очень долгие годы. Лана Чхаду рассказала о том, какие шаги предпринимают общественные организации в Абхазии и какой результат дает помощь женщинам в обретении экономической независимости и какое влияние это оказывает на семью. Когда мы помогаем женщинам именно экономически и финансово поддерживаем их маленькие стартапы, они начинают очень сильно верить в себя. И женщины, активные женщины, у которых развиваются лидерские навыки, они по своей сути начинают помогать не только себе, а обращают внимание на те или иные социальные проблемы, которые существуют у них в обществе и становятся помощницами не только в своем домохозяйстве, а именно в своей общине. Насилие в семье, даже если не затрагивает детей напрямую, сильно сказывается на их эмоциональном и интеллектуальном развитии. Об этом говорит международная статистика и исследование, а также подтверждает практика абхазских организаций, специализирующихся на помощи детям. Но вот это убийство чести приводили иногда к тому, что женщину, которую убили, ее же ближайший, иногда это бывает отец или родной брат, оставались после этого дети. И эти дети сегодня среди нас растут, считайте, что с несчастнейшей судьбой. И я даже не знаю, как они могут потом без помощи или психологов, или психотерапевтов, или просто очень добрых людей, как им будет в жизни дальше создавать свою семью, и как им жить, это я даже не имею никакого... По словам специалиста, в Абхазии существует прямая связь между детской наркоманией и атмосферой в семьях, где эти дети растут. Ежемесячно инспектора по делам несовершеннолетних осуществляют выезды во все больницы и поликлиники, тем самым предоставляют нам сведения. У нас четверо несовершеннолетних были доставлены в ЦРБ города Гал, трое несовершеннолетних в ЦРБ по Гулиребскому району, и один подросток в больницу города Творчал. Семь с алкогольным обвинением и одно медикаментозное. Проблема в том, что зная о последствиях домашнего насилия, зная семьи, где дети систематически подвергаются агрессии или являются ее свидетелями, гражданское общество не в силах оказать помощь. Для этого нужны государственные механизмы. Наша организация сталкивается с пренебрежением и нуждами ребенка со стороны родителей. И, к сожалению, в нашем государстве нет сервисов, которые могли бы изменить жизнь этого ребенка так, чтобы он вышел из этого пренебрежения. Существуют сервисы от общественных организаций, от других служб, но это недостаточно для того, чтобы в корне изменить проблему. В государственном регулировании нуждаются многие вопросы материнства и детства, в том числе и проблемы абортов. По словам правозащитников и общественных активистов, полный запрет на искусственное прерывание беременности не оправдал себя. Нет ни подъема рождаемости, ни ожидаемого прироста населения. Наоборот, за эти годы видна отрицательная динамика по обоим параметрам. Выросла младенческая и женская смертность. Целью демографической политики является создание условий для стабильного роста численности населения. Только лишь обеспечив подобные условия, можно говорить об увеличении показателей рождаемости. Особое значение имеет качественная составляющая прироста населения, а не количественная. Именно на качественных показателях должен идти основной упор при рассмотрении любых стратегий планирования. Сейчас я приведу статистику по некоторым другим демографическим показателям. В клубе общественных дел считают, что стимуляция рождаемости должна выглядеть совершенно по-другому. Не запрет на аборты, а их профилактика и социальная поддержка женщин и семей необходимы для того, чтобы молодые люди хотели быть многодетными родителями. Большинство многодетных семей живут за чертой бедности. Государство не может в должной мере оказывать помощь таким семьям. И только благотворительные фонды хоть как-то помогают им выживать. По словам Лии Аграба, во всем мире вопрос абортов политизирует. Самополитические силы спекулируют на этой проблеме. А в итоге за эти интриги расплачиваются женщины и дети. Аборты часто рассматривают через политическую призму. Это общая мировая тенденция и становятся инструментом споров об идеологии, религии, морали, забывая при этом о здоровье и благополучии женщин. Так случилось и у нас. Это подорвало доверие к репродуктивной медицине и привело к ограничению женских прав. Поэтому решение об аборте должно приниматься на основе медицинских заключений и социальных обстоятельств, но и не на основе политических интересов или религиозных домов. В настоящий момент четко прослеживается тенденция игнорирования этой проблемы со стороны всех ветвей власти. Но общественные организации предлагают урегулировать процесс контроля за абортами, учитывая все аспекты и в пользу женщин. Отказ женщин в проведении аборта по медицинским показаниям как следствие по своей сути является дискриминацией в области здравоохранения, ограничением права на получение медицинской помощи, тогда как любые права могут быть ограничены исключительно в соответствии с с принципами соразмерности и пропорциональности тем обстоятельствам, которые вынуждают вводить подобные ограничения. Проект поправок закон о здравоохранении предполагает полный запрет на аборты по социальным показаниям с 22 недели беременности. Так как в этот период плод признается жизнеспособным, юрист предлагает в этом вопросе опираться на существующие нормы в мировой практике. Подобной позицией придерживается Всемирная организация здравоохранения, а также многие страны постсоветского пространства, в том числе Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Киргизия и другие. Что касается медицинских показаний, то проект поправок предусматривает создание постоянно действующей медицинской комиссии, где коллегиально будет решаться вопрос в каждом конкретном случае. Но всегда в приоритете будет жизнь женщины и ее здоровья. В соответствии с предлагаемыми нами поправками, перечень медицинских показаний и состояние проведения искусственного прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения. И проект закона также предусматривает создание специальной комиссии, постоянной действующей врачебной комиссии, которая будет разрешаться и рассматривать вопросы в случае, если жизни беременной будет угрожать заболевание, которое не попадет в основной перечень. Также презентовал закон о семейно-бытовом насилии юрист Саид Гизердаа. Он рассказал о том, какова ситуация с законодательством сегодня и о необходимости принятия подобной нормы. Так как только имея законодательную базу, можно исследовать самоуявление. Ведь чиновники, говоря о том, что домашнего насилия в Абхазии нет, отчасти правы. Когда нет прецедентов и нет зафиксированных свидетельств, трудно доказывать обратное. Мы направляли запросы в прокуратуру, в суды, в МВД. И вот единственный ответ, содержательный ответ, который мы получили, эти запросы посылались в период с 2021 по 2022, то есть за один год. Единственный ответ, который мы получили, это был ответ из прокуратуры Сухумского района, в котором говорилось только лишь об одном случае причинения телесных повреждений женщины, которая находилась в фактических отношениях, являлась сожительницей, гражданином Турции и так далее. То есть вот за такой период мы узнали о наличии и о том, что было возбуждено, но потом было принято решение о подказе возбуждения уголовного дела. Амайя Широкова рассказал о том, почему не работает закон об обеспечении равных прав для мужчин и женщин в Абхазии. Ведь одним из условий его соблюдения является поддержка женщин в период материнства. Реализация принципа юридического равенства не может осуществляться без учета общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода, что обязывает государство устанавливать дополнительные гарантии для женщин, в том числе в сфере трудовых отношений, направленных на охрану материнства. При этом в соответствии с международно-правовыми актами принятие специальных норм, направленных на охрану материнства, не считается дискриминационным. По итогам форума участники призвали к взаимодействию гражданское общество, государственные институты и уполномоченных по правам человека и правам ребенков, депутатов парламента, журналистов и всех заинтересованных граждан с целью инициировать принятие закона о защите от семейно-бытового насилия и поправок в закон о здравоохранении. А также призвали к созданию новых и усилению существующих механизмов по предотвращению насилия в отношении женщин и детей, так как от благополучия матерей подрастающего поколения, физического и психического здоровья детей, уровня их интеллектуального развития напрямую зависит благополучие страны. Марьяна Котова, Абазатова. Так, существует ли в Абхазии домашнее насилие? Те, кто по долгу службы и по зову сердца борются с этим явлением в нашей стране, точно знают ответ на этот вопрос. Остальные же пока просто продолжают рассуждать о том, что не может такого быть, чтобы в нашей традиционной стране кто-то смел бить женщин и детей. О работе в сфере борьбы с домашним насилием в Абхазии Элеонора Гилаян. Декабрь во всем мире месяц, когда еще раз говорят о борьбе с насилием. В Абхазии международную кампанию «16 дней против насилия в отношении женщин и девочек» проводит Ассоциация женщин Абхазии. Но прежде чем с чем-то бороться, нужно принять и признать проблему. И с этим, как утверждают многие эксперты в нашей стране, действительно есть большие проблемы. Мы попытаемся разобраться, каковы масштабы домашнего насилия в Абхазии, почему до сих пор так стыдно и трудно признать эту проблему, а главное, что можно сделать, чтобы женщины и девочки нашей страны жили в безопасности и знали, что никто не имеет права применять к ним насилие. В 2017 году Ассоциация женщин Абхазии открыла общественную приемную для женщин и девочек, пострадавших от насилия. До этого, в 2007 и 2012 годах, организация проводила исследования, интервью и фокус-группы, состоящие из специалистов, сталкивающихся с домашним насилием, судей, врачей, юристов, сотрудников милиции. В ходе своей работы правозащитники понимали, что имеют дело с большой и нарастающей ежегодно проблемой. С 2007 по 2017 годы Ассоциация активно готовила своих специалистов, юристов и психологов, правозащитников, разбирающихся в проблематике. А разбираться, к сожалению, есть в чем. Если в 2017 году у нас, там у нас 13 месяцев функционировала приемная, и я помню, за 13 месяцев к нам обратилось 33 женщины, и у нас было 4 случая, когда к нам обращались по поводу проблем с детьми, которые оказались жертвами. 33 человека, значит, и четверо детей. Сейчас у нас вот за 2023 год где-то 180 обращений, но это не только ВАЖу, это не только ВАЖу, но еще у нас открыты филиалы в Ачамчире и в Гагре, по трем кризисным центрам, вот такая, это еще год у нас не закончилось, 178 человек, это не обращение. Вы должны понимать, это не обращение. 400 обращений, даже больше, а вот 170, даже 178 человек. Вот за три года, я могу сказать вам цифру, за три года последних обратилось 680 человек. Это первичные, кто первый раз пришел. Они же повторно многие приходят. Вообще с этой проблемой работают. И именно насилие. Это не просто все обратившиеся, потому что мы отсеиваем целевые, нецелевые. Мы и фиксируем, когда с другими проблемами, мы не отказываем. У нас юрист сидит, иногда психолог требуется, но по другой проблеме. Мы не отказываем. Ни женщинам, кстати сказать, и не мужчинам. Мужчины тоже приходят. Существуют разные формы насилия. В основном это психологическое, когда оказывается моральное давление. Оно сказывается на самооценке женщины. А также физическое насилие и сексуальное. В нашей стране существуют все три формы. Если первую определить достаточно сложно, то вторая и третья очевидны. В 2017 году при поддержке ЮНИСЕФ была создана служба социальной поддержки детей и семей. В 2020 году эта служба вошла в состав Министерства соцобеспечения и демографической политики. На данный момент это единственное государственное ведомство, активно занимающееся проблемой семейного насилия в Абхазии. Полностью специальный репортаж Элеонора Гилаян смотрите в нашем вечернем эфире. Международный форум «Время добрых дел» открылся в Сухуме. Его цель – привлечь внимание к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Форум продлится два дня. Эксперты расскажут о современных подходах к долгосрочной реабилитации детей и подростков с двигательными и множественными нарушениями. В семейно-центрированных программах реабилитации, развития и поддержки взаимодействия ребенка и близких взрослых. Культура. 18 декабря вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» отмечает свое 45-летие в Абхазской филармонии. Гости юбилейного концерта «Гунды» услышат как известные, уже полюбившиеся песни под звуки абхазских народных инструментов, так и недавно написанные авторские композиции. Основателем известного ансамбля является Роза Чамагуа, художественный руководитель коллектива, народная артистка Абхазии, кавалер ордена Акцепша Третьей степени. В составе ансамбля сегодня 15 представительниц прекрасного пола, 6 из них заслуженные артистки республики. 19 декабря камерный оркестр Абхазии выступит в Абхазском драматическом театре. Слушателей ждет новая программа и несколько музыкальных произведений, которые оркестр и солисты исполнят впервые в Абхазии, сообщается на сайте Минкульта. Также во вторник, 19 декабря, Сухумское музыкальное училище имени Чичба представит на сцене Большого зала галоконцерт участников 12-го республиканского конкурса юных музыкантов. 19 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открывается выставка «Лучшая работа года». Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году. Ежегодная государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает троих победителей. В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, созданные в течение года. Посетить выставку в ЦВЗ можно до 28 декабря. Художник и современное искусство. Тема открытой лекции художника декана факультета искусства Гуну Кзара Логуа. Она состоялась в рамках лектории ЦВЗ. Художник рассказал о разных этапах своего творческого пути, остановился на особенностях развития искусства. По завершению лекции студенты Агу задали художнику интересующие их вопросы. Видеоверсию открытой лекции «Нукзара Логуа» смотрите в вечернем эфире телеканала. На Абаза ТВ мультпремьера с сегодняшнего дня и по 29 декабря ежедневно на нашем канале в 20.00 смотрите дублированный на абхазский язык на киностудии «Абхазфильм» по заказу Госуправления по государственной языковой политике анимационный детский мультсериал «Лео и Тиг». Субтитры создавал DimaTorzok Наши победы в спорте. Харитон Агарба одержал победу над финалистом чемпионата мира 2023 Азии и 2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана в рамках турнира «Ночь чемпионов», который прошел 15 декабря в Астане. Поединок продлился все 8 раундов и завершился победой Агарба раздельным решением судей со счетом 2-1, сообщает Госкомспорт. Харитон одержал 13-ю победу в карьере и не потерпел ни одного поражения. Наш соотечественник Энвер Бзагуа одержал победу над иранским боксером Саджадом Хабиби. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Анкаре. Это третья победа для спортсменов в профессиональной карьере. Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров из Турции. Тренер футбольной команды Апстне Рафаэль Богателия признан лучшим тренером чемпионата города Сочи по итогам прошедшего сезона, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Команда под руководством Богателия стала чемпионом города Сочи. Лучшим нападающим признан Марат Агарба. Лучшим защитником Вадим Анкваб. Бомбардиром Даниил Черекбая. Лея Губа стала победительницей турнира по теннису «Итоги года», который прошел 16 декабря в Краснодаре, сообщает Госкомспорт. Тренирует спортсменку мастер спорта Абхазии Элизабет Акуция. Нестор Богателия – чемпион Абхазии по шахматам. В Сухуми проходил чемпионат Абхазии. В нем приняли участие более 160 шахматистов всех возрастов из всех районов республики. В рамках чемпионата прошли три турнира. Чемпионом Абхазии среди взрослых стал 12-летний Нестор Богателия Сухум. Второе место у Тристана Кварацхелия Сухум. Третье – Артем Табарян, также столица. Тимур Лакербая стал победителем 15-го чемпионата республики по профессиональному домино. Серебряным призером стал Алмаз Габуния. Третье место у Дениса Смыр. Чемпионат проходил 16-17 декабря в Новом Афоне. Сейчас о погоде. Во вторник, 19 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен дождь. Днем без осадков. В предгорьях и горах дождь со снегом снег. Атмосферное давление 772 миллиметра портутного столба. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 4 до 9. Днем от 7 до 12 градусов. Температура морской воды 13 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80 процентов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова